Девушки отдыхают 16 января в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась фото-выставка Дугласа Киркланда, знаменитого фотографа, перед камерой которого прошло не одно поколение голливудских актеров и мировых знаменитостей. Экспозиция проводится при активной поддержке посольства США в России. Посольство, которое действительно любит культуру, это посольство, которое действительно помогает приносить и привозить самые лучшие проекты, которые мы можем находить сегодня в мире, на территории Соединенных Штатов, сюда к нам, в Москву. Я им очень благодарна за это. И поэтому я хочу передать слово сейчас непосредственно Наташи по культуре, Семену посольству, Семену Штатов, Чирилл Фернандес. Спасибо вам. Спасибо огромное. Ну, дорогие друзья, мы очень рады снова открывать американскую фотовыставку в галерее братьев Думьер. Сегодня российские любители фотографий смогут познакомиться с творчеством еще одного известного американского фотографа, Доглас Курглэн, работа которого вошла в золотой фоль мировой фотографии. Его карьера началась с 60 лет назад. Когда он стал фотографом заменитого американского журнала «Луб», долгие годы Доглас Курглэн фотографирует звезд музыки, кино и театр. Героями его портретов стала Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Arnold Schwarzenegger и многие другие артисты. Доглас Курглэн обладает увидительным талантом подчеркнуть характер человека, передать особое настроение его фотографии. Созданный Курглэн портрет Charlie Chaplin висит в Национальной портретной галереи в Лондоне. Его работы также можно увидеть в постоянных выставках в Национальной портретной галереи в Кабереве и в фотоцентрах Хьюстера и в Национальной портретной галереи в Вашингтоне. Я не могу приехать, но здесь в Москве есть его добрый друг, это Елена Беспалова, искусствовед, почетный член Российской академии художеств и научный редактор каталогов Московской фотобиенале. Я представляю ее, придаю ей слово, она нам расскажет о своем насеке. Добрый вечер. В этих прекрасных залах мы сейчас увидим прекрасные фотографии, это плод работы 60 лет в профессии. Из этих 60 лет 10 лет прошли на моих глазах. В 90-е и 2000-е годы я продавала в университете Лос-Анджелеса историю изобразительного искусства, истории моды и истории фэшн-фотографии. И дружила Дугласа Франсуаза Ильферта. Здравствуйте и добро пожаловать на выставку в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Сегодня мы присутствуем на открытии выставки известного американского фотографа Дугласа Кирклэнда. Его карьера в фотографии составляет более 60 лет. И для этой выставки в Москве он передал огромное количество своих работ. Эта выставка особенная. Это шанс заглянуть за кулисы и именно с подобного ракурса увидеть известных актеров и актрис, кинозвезд и знаменитости со всего мира. Отдельного внимания заслуживает серия фотографий Мерлин Монро и Коко Шанель. Дуглас Кирклэнд – невероятный фотограф, которому удается запечатлеть внутренний мир человека. Известных людей мы видим расслабленными, в неофициальной обстановке, настоящими, в отличие от тех персонажей, которых они играют в кино или при выходе в свет. Мы приглашаем всех посетить эту выставку. Надеюсь, у вас получится прийти и посмотреть эти работы. Но даже если у вас не получится, знайте, что работы Дугласа Кирклэнда всегда представлены в галерее Смитсоновского института в Вашингтоне. Спасибо. Надеюсь, выставка вам понравится. Думал, 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 но все-таки отказал от приезда, потому что все-таки человек достаточно преклонных лет. Была открыта им большая ретроспектива в Риме, в декабре, и не смог он рискнуть и прилететь к нам из Соединенных Штатов сейчас в январе в Москву. Однако Дуглас Кирклэнд и его супруга Франсуаза дали эксклюзивное интервью по скайпу американскому центру в Москве. Я работал в небольшой газете в канадском городе с населением всего 7 тысяч жителей. Я фотографировал все, что только мог. У меня была большая камера со вспышкой. Моей мечтой было снимать суперзвезд, но я никому не рассказывал об этом. Признаваться подобным было неловко. В наше время огромное количество молодых фотографов сталкивается с натиском индустрии. Им приходится подстраиваться под общепринятые стандарты. Какой бы вы совет дали молодому поколению, как не потерять себя и как оставаться верным себе? Используйте все имеющиеся возможности и наблюдайте. Наслаждайтесь миром вокруг. Обращайте внимание на работы других людей. Это поможет сформироваться вам самим как автору. Это основа всему. Нужно иметь страсть к любимому делу. Дуглас всегда говорит своим студентам, «Мир готов покориться вам, если в вас бушует страсть». Каждому поколению бросается определенный вызов. У современных людей масса трудностей, но и у поколения Дугласа тоже не все было просто. Да, это были другие проблемы, но преодолеть их было сложно. Поэтому, если вы действительно хотите заниматься любимым делом, вы должны быть верны и страсти внутри вас. Через объектив своей фотокамеры он наблюдал смену поколения звезд кино, музыки и искусства. Он создал портреты Мерлин Монро, Марлен Дитрих, Энди Орхола, Брэда Питта и Джорджа Клуни. Список работ этого человека поражает масштабом даже искушенного зрителя. Установить связь – одно из главных правил всей жизни Дугласа Киркланда. Каким бы высказыванием или цитатой вы описали свой творческий путь? Я вижу мир лучше через объектив своей камеры. Люди мне не безразличны. Мне не безразлично то, что я снимаю. Я выстраиваю связь с тем, что фотографирую, вне зависимости от того, что это или кто это. Назовите составляющие хорошего портрета. Составляющие хорошего портрета? Все очень субъективно. Человека нужно узнать, познакомиться с ним, увидеть его и выстроить с ним отношения. Думаю, нужно увидеть его душу, установить контакт. Во-первых, это знаменитый фотограф, узнали из Большого Мира, конечно. Это фотограф из Большого Мира, он очень известный. Это же целый пласт такой культуры каликутской, которая не глянцевая, а вот за фасадом таким, да? Особенно понравилась вот эта съемка Мэринин Монро. Я, наверное, не видел такую Мэринин Монро, именно счастливую. Он попал как раз в момент, когда она была счастлива. Мне очень нравится выставка. Дуглас Киркланд – это, несомненно, один из самых интересных фотографов 20 века. Интересны не только манера, в которой он работает и работал, интересно то, что у него был доступ к самым крупным звездам Голливуда, и всех он снимал иногда за кулисами. И на его фотографиях видна не только такая гламурная, вычищенная картинка, но и можно понять, каким на самом деле был этот человек, наверное. Очень прекрасно здесь посмотреть на кадры из известных великих фильмов, о чем, собственно, я сама мечтаю поснимать, на съемочной площадке в Голливуде. Это вообще потрясающе. Ну или Куко Шанель, которая уже давным-давно не жива, и такой возможности уже не будет. А у него вот целая серия фотографий с ней. Еще есть прекрасная нежная серия с Мерлин Монро. Ну, в общем, выставка прекрасна для всех ценителей кино, фотографии и вообще визуального искусства. Пробиваться через них, потому что в цвете невозможно вот так передавать. Вот тут она вроде так, вот если бы она была цветная, может быть, она такое впечатление не производила бы. Одной из своих важнейших школ Киркланд называет путешествия, командировки которых было великое множество в период работы в журнале «Лук». Одна из таких поездок подарила ему знакомство с Коко Шанель. Наблюдая за работой легенды модной индустрии через фотокамеру, Киркланд провел во Франции три недели. Поездка Дугласа в Париж для съемки Эдри Хэбберн также оказалась судьбоносной. Именно тогда он повстречал свою будущую супругу и бизнес-партнера Франсуазу, с которой они вместе уже более 50 лет. Всю свою жизнь Дуглас продолжает фотографировать. На его снимках не только звезды середины прошлого столетия, но и многие современные актеры. Среди них Арнольд Чварценеггер, Анджелина Джоли, Леонардо Ди Каприо, Эль Феннинг и многие другие. Киркланд работал фотографом на съемочных площадках более 150 фильмов, включая такие, как «Титаник», «Звуки музыки», «Мулен Руж», «Роман с камнем» и многие другие. А еще Дуглас неоднократно посещал Россию. В 1982 году Дуглас работал над историей Транссибирской железной дороги. Он проехал от Новосибирска до Москвы. Это был невероятный опыт. Мы также были у вас в 2006-м. Приезжали в Москву для фотосессии со Светланой Захаровой. Это известная балерина, талантливая и очень красивая. Мы ходили на ее выступление в Большой. Это была наша мечта – побывать в Большом театре. Мы надеемся приехать в Москву еще раз. Мы были в Москве много раз, и нам у вас очень нравится. Как и в других уголках России. У вас прекрасная страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok